Добрый день! Для тех, кто ждёт моего выхода, специально, если то, для Зои, которая ждёт меня на прямой эфир, а я не выхожу. Но вместо прямого эфира вот решила записать короткое видео-оправдание. Почему я не выхожу на прямой эфир? Сегодня воскресенье, я работаю. Запах у меня куриные грудки уже запекла, фрай, овен, печечки своей. Но в связи с тем, что кардиолог мне поменял, вернее, сказал, не пей пока таблетки от давления, пей метапаралол, который якобы тоже понижает давление. Я стойка. И говорит, измеряй, записывай давление. Ну, сначала было 130 на 80, 140. Ну, пока, видимо, таблетки ещё, действие таблеток и препаратов было в организме от давления. Ну, вот последние несколько дней, ну, в среднем где-то около 150-90, даже вот сегодня утром 93. Поэтому я начала уже пить таблетки снова. Прочу иду во вторник к кардиологу. Ну, как бы я не ожидала, что у меня давление высокое. Я даже, когда пила таблетки, я не измеряла его. Ну, пила и пила, голова не болит. Но вот сейчас, вот именно у меня три дня, я не хочу сказать, что какие-то головные боли, у меня вообще головных болей не бывает. Если они появляются, было у меня раза два, то именно при высоком давлении. И вот именно три дня у меня было высокое давление. И вчера я начала уже пить снова таблетки от давления. Хотя кардиолог сказал, пока их не пить. Ну, думаю, что ж, я должна сама реагировать на свое состояние. Доктора, они экспериментируют. А жизнь-то наша. Мы сами должны тоже ощущать свои состояния. Для меня это, конечно, сюрприз. Я в понедельник ездила на зомбу с головной болью. В любом случае, даже если высокое давление, только движение. Ходьба, ходьба, ходьба. Вот. И поэтому зомба для меня это радость. Танцы для меня это счастье. Как бы адреналин, знаете, пусть на каких-то пару минут, секунд. Но это адреналин для меня. Поэтому это никак не сказывается негативно ни на мое давление, ни на мое состояние сердца. Кстати, с сердцем. Когда я двигаюсь, делаю что-то быстро физически, хожу, работаю, у меня перебоев нет. Перебои начинаются, когда я успокаиваюсь. Сажусь, ложусь. Вот тогда у меня начинаются перебои. Или, конечно, бывают они, когда стресс какой-то, то тогда и в любом состоянии они появляются. Но сейчас в связи с этим рекордером, который шили мне, он, врать сказал, тоже может влиять положительно на перебои. И с таблетками как бы слабее стали перебои. Но все равно присутствуют. Болячек у всех достаточно. У меня их тоже. Танцую я, говорю, ну нет, какой-то радости. А вот именно для поддержания своего здоровья, своего настроения. И как бы делюсь частичкой своего вот такого хорошего настроения, пусть даже минутного, с вами. У всех сейчас достаточно, ну будем говорить, грустное настроение в связи с положением в мире. Здесь непонятным вообще. И, ну, у нас жизнь одна, и мы должны ее прожить так, как нам бы все-таки хотелось хоть что-то себе позволять. Если есть такая возможность. На работе все нормально. Дома, ну, что, Дэниел, Дэниел ходит. И будет, наверное, всю оставшуюся жизнь, пока есть, как говорится, шанс поддерживать его зрение. Ему делают укол и лазерную чистку. Раньше ему чистили внутри сосуда, а сейчас, говорит, очень больно. Потому что чистит вокруг глазницы ему лазером все. При диабете, видимо, я так поняла, вот нарастает вот всякие вот такие дополнительные сосуды, что ли, какие-то там в глазу, которые надо вот укол ставят. И как бы сосудик умирает, а лазером потом его удаляют. Вот так мне объяснил, Дэниел. У меня с глазом все нормально, но сверкает он. Выхожу с работы, сажусь в машину. Поворачиваю в одну сторону, сверкнет в глазу. Поворачиваю в другую, в другом. Но ухудшения нет, поэтому я не считаю, что у меня, то, что у меня было, все-таки процесс воспалительный остановили. И пока стабильно все. Вот. С весом у Дэниела, естественно, проблемы. Ему, кстати, сразу говорили после операции, что... Прямо вообще сто процентов уверяли, что он наберет вес. И он радовался, пока не было у него набора. Тяжело. Очень много пьет препаратов. И таблетки от всяких, знаете, болей в ногах. И от сердца ему сейчас сказали, хоть и обещали, что он будет здоровый. И новое сердце у него. Но, тем не менее, поддерживающие препараты теперь до конца жизни. А их много где-то, ну, так, препаратов 10 он принимает. Вот. И инсулин плюс. Поэтому тяжело, как ему объясняет, метаболизм у него убит. Этими препаратами все у него, ну, не работает. Ну, во-первых, у него еще и генетика. Все полные были по материнской линии, по крайней мере, я видела. И он был полный. Поэтому организм восстанавливает память. Он занимается как может физически. И на работе у них там программа ему установлена. Хотя бы по 15-20 минут он занимается. Там у них фитнес есть. И ему программу установили. Ну, он же в госпитале работает. Там специальные, как бы, в страховку входит у них. Оздоровление. И вот ему дают какие-то специальные задания. И он пытается там заниматься. Ну, когда есть возможность, естественно. Потому что в основном возможности нет. Но он старается, как может. Поэтому судить легко. Но на самом деле я тоже стараюсь как могу. Ему овощи, мясо он вообще сейчас практически не хочет. Но все равно вот я с куриную грудку отварила, с овощами. Что-то все равно ему на работу накладываю. Живем, как можем, как большинство людей. Боремся со здоровьем, которое по возрасту все равно будет вряд ли улучшаться, ухудшаться. Сочи тоже сводились к грунеру. Хорошо у нас грунер такой, что он и антибиотики. Есть у него средства, он в ухо ей заложил. И Данил еще ездил один раз, снова еще он ему заложил. И это бесплатно, понимаете. Если бы мы пошли к ветеринару, это было бы около 300 долларов. Вот, 300 долларов. А так, все-таки, вот то, что мы постоянно ходим к грунеру, у него есть, видимо, лайсенс на такую медицинскую помощь. И он следит за Сочи, потому что она его любимая. Она никому не позволяет, даже нам с Данилом, ничего с ней делать. Ни в ухо заглядывать. Ничего не подстригать, не чесать. А вот этому грунеру позволяют все и лечить, и чесать, и мыть. Ну, он этим гордится, конечно. Конечно, я типы хорошие тоже даю. Вот. Так как очень довольна моего работой и восхищаемся, конечно, как ему это удается, но все-таки я считаю, что это природный талант у собаководов, которые вот всю жизнь занимаются собаками. Внук, внук у меня ездил на соревнования, выслали мне фотографии на борьбу. И он, конечно, очень старался, но не победил. Хотя судьи долго определяли, кто из них победил. И он очень расстроенный. Я вставлю видео, как вот это все происходило, чтобы вы посмотрели, кому интересно, как внук развивается. Я очень довольна, наблюдаю, правда, со стороны, но очень довольна его развитием физическим и умственным. После того, как он за три дня собрал замок Харипаттер. Вот. Так что все пока нормально. Крышу покрыли нам. Забор компаниям всем обзвонили мы, оставили свои данные, пока никто нам не перезванивает. Периодически Дэниел возвращается к мысли, что мы сами сделаем забор. Следующий выходной, ну, выходной наступает, у него не хватает сил и энергии, и здоровья. Поэтому пока этот вопрос у нас еще не решен. Ну, с крышей все хорошо, сделали хорошую работу, сливы сделали новые, все заменили, все как положено по страховке. Поэтому мы теперь лет, ну, гарантия на 15 лет. Странно как-то. Хотя даже вот эти плиточки, Дэниел читал обертку, когда они делали крышу. Утолщенные, как бы более качественные, чем раньше были, не дешевые. Но, тем не менее, гарантия 15 лет. Ну, я думаю, нам хватит. 15 лет, это неплохо. Вот такие новости. Все хорошо. Грех обижаться. Крыша над головой есть. Здоровье позволяет нам работать. Кушать есть что. Белые все оплачиваем, которые выросли, конечно, и растут не по дням, а по часам. Но мы стараемся. Поэтому я вам желаю тоже всем терпения, здоровья. Ну, по возможности радовать себя, чем только можете. И радоваться за других. Когда пытаемся, вот я пытаюсь с вами поделиться радостью. Движения однообразные. Потому что я предпочитаю двигаться под музыку так, как мне подсказывает моя душа, мое тело. То, что я учу на зумбе, это все-таки не мое природное. Я могу это делать, насколько я могу, делаю. Но я не считаю, что это интереснее, чем я танцую натурально. Натурально, вот как просто двигаюсь под музыку. Ничего я никому не показываю, ничего я никому не доказываю. Просто делюсь с вами, делюсь своей частичкой радости, своим настроением. Желаю вам всем тоже хорошего настроения, бодрости. Начинается дачный сезон. Поэтому всем, как говорится, чтобы хватило сил справиться со всеми дачными делами. Ну, заходите, смотрите, не ленитесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо огромное. До новых встреч. Я хоть уже и попрощалась с вами, но вот хочу поделиться, что... Соль изъела у пылесоса. Теперь вот видите, что надо покупать новые запчасти к пылесосу. Я начала доставать, оно прям все начало разваливаться. Обычного ничего нет. Соль хорошо. Все, села на дно. Вода голубая, но пылесос вот нужен. Пылесос пока Дэниел нашел. Вот старые... Трубы. Ну, говорит, по-моему, надо покупать новые. Каждый день что-нибудь. Хозяйство наше. Вот радость-то одна хоть тут у меня. Вообще я ничего не делаю с ними. Сами по себе они у меня тут растут и радуют меня.